Стоит только мне отъехать на недельку, как все самые сочные новости во всех индустриях, которые я освещаю, происходят одновременно. И ЗДБФОР оказывается скамом, и Кунгфу панда 4 трейлер выходит, и конечно же твич, про который мы так давно на этом канале не вспоминали, но какой повод в этот раз до сих пор актуальный, потому что все те сумасшедшие изменения, которые они предпринимали последние 2 дня, в итоге были откачаны на исходную позицию, потому что как показала практика, начальство этой замечательной платформы в лучшем случае некомпетентно. Сэр, у нас проблема, женщины снова показывают на нашем стриминговом сервисе для всей семьи сиськи. Сэр, она буквально превращает твич в вебкам, и не только она, целая новая мета появилась, нам всех их забанить пермачом, что прикажете? Я знаю. Давайте тупо разрешим прон на сайте. Что может пойти не так, правильно? Ну, как я выучил за последнюю неделю, пойти не так может абсолютно все и всегда, поэтому вы, мои любимые 242 тысячи подписчиков на вам замечательном канале и те, кто прямо сейчас к ним присоединяются, которых я очень сладенько целую, потому что вы лучшие мальчики и девочки. Если бы вы были подписаны еще и на мою телегу, то вы бы знали, что именно со мной все это время происходило, и если еще нет, то по ссылочке в описании вам это сделать определенно стоит. Я там также еще и освещал все те самые новости, которые за эту неделю пропустил, так что если вы вдруг не знали, вы знаете, где ее найти. Твич это особенный сайт. Говорю вам, как стример, который сидит там весь последний год и изучает его изнутри. Он особенный. Он требует особого к себе отношения, примерно как ребенок-инвалид, которого пустили на футбольное поле. С той разницей, что ребенка-инвалида обычно пытаются как-то подбадривать, поддерживать. Здесь его приятно пинать ногами скорее. Если вы следите за новостями поверхностно, то наверняка читали заголовки в духе Твича разрешил стримить буквальный прон у себя на сайте. Твич превратился в натуральный вебкам, теперь официально. Раньше по сути тоже, но не так официально, как сейчас. И все эти заголовки правдивы. Буквально это и случилось. Вчера. В течение одного дня. А потом они отхотели все назад, потому что поняли, какое дно они только что пробили. И эта ошибка, скорее всего, будет стоить им не только последних остатков репутации, но, возможно, также и всего сайта в целом. Потому что если после этого конного цирка Джефф вместе со всем Амазоном решит от них откреститься, я лично его винить не буду. Твич ничего не любит так сильно, как мету. Мета там появляется, ну, где-то в среднем раз месяца в 5-6, может быть. И зачастую эту мету всегда организовывают женщины, которые нашли очередную удобную лазейку для того, чтобы светить своими телесами перед школьниками, которые пока что еще не понимают, что если они сопрут у бате кредитку и начнут донатить ей по 10 тысяч долларов за раз, то бате это не понравится. В данном случае нашей героиней стала Морг Пай. Никнейм, который я уверен, что я слышал до этого хотя бы раз где-то еще, но не могу вспомнить, когда именно. Может быть, она уже появлялась на нашей передаче, может быть, нет. Но, как ни странно, Амарант и Покемейн в этот раз решили отсидеться. Видимо, потому что они от своей меты с джакузи отходить пока что не горят желанием. А зря, зря, девочки, надо идти в ногу со временем. Что ж такого Морг Пай сделала для того, чтобы ее забанили через несколько дней после того, как она произвела в интернете самый натуральный фурор. Достаточно сказать, что вот эти превью, на которых она сидит как будто бы с голой грудью, но на самом деле нет, потому что технически прокрывающая ткань там вроде как была. Насколько я могу судить? Но я точно знаю, что мне нельзя открывать эти клипы, потому что даже Ютубу с его низкими стандартами это не понравится. Эти превью нам напоминают, что все гениальное в этом мире на самом деле просто. Те из вас, кто с фотографией и операторкой знакомы не понаслышке, уже наверняка догадались, в чем прикол. Потому что благодаря очень удачно подобранным, я бы даже сказал, гениальным своей простоте углам камеры производится впечатление, как будто грудь полностью голая, несмотря на то, что технически, то есть читая по правилам Твича, как это относительно позволительно по их гайдлайнам, она как будто бы прикрыта. Просто прикрытая часть не показывается. И таким образом мозг школьника как бы иллюзией дорисовывает своим воображением то, чего там на самом деле нет. Это классический трюк на самом деле, когда ты прикрываешь и так уже тканью закрытые части тела, и голова, которая как будто бы не заточена, видит там лифаки, начинает своими силами дорисовывать то, чего там нет. То есть воображение делает за тебя большую часть работы. Думайте об этом, как о саспенс-хорроре, когда тебе не показывают монстра, а только намекают на него и дают какие-то очень-очень маленькие детальки для того, чтобы твое воображение само у себя в голове его дорисовало. Потому что ничего из того, что они могут показать на экране, не будет настолько страшным, как то, что ты сам себе придумал. Здесь по сути работает тот же самый принцип. Пропихивание вперед рамок дозволенного для Твича это не что-то новое. Сколько раз я снимал видео про то, как такие замечательные, узнаваемые вами, моя дорогая аудитория и героиня, как Амарант, например, решали, что, ну, в принципе, ничего в правилах Твича не запрещает стримить практически полностью голый в джакузи или там в ванной, например. Поэтому почему бы не потратить? И в итоге их долгое время не банили, потому что технически никаких правил они не нарушают, это А и Б, скажем так, на этом замечательном сервисе царит некий скотный двор, да, то есть все животные равны, но некоторые равнее. Потом к ним подключаются все остальные стримерши и стримеры, почуявшие запах легких денег от школьников. Слово за слово и рождается новая мета. Это происходит примерно раз в полгода, ничего нового здесь нет. Впрочем, конкретно эта лазейка, которую уже успели окрестить топ-лис-меты, она заслуживает отдельного упоминания, потому что, помимо гениальности в своей простоте, она также еще и вывела сам твич на комментарий, который понял, что вот с этим уже нужно что-то делать. По какой-то причине он это себе сказал, я, если честно, не понимаю, чем эта мета принципиально отличается от всех остальных и почему конкретно эту проблему, если ее можно таковой назвать, нельзя было просто решить волной банов для того, чтобы всем остальным было неповадно, не то чтобы у твича были проблемы с тем, чтобы банить людей в конце концов, но почему-то именно в этот раз они решили, что нам нужно поменять всю нашу схему операций и вообще всю нашу бизнес-модель. Я это, кстати, сейчас говорю абсолютно без преувеличения. Но вы должны понимать, что такое разрешить стримить 18 плюс контент на своей платформе. А именно это твич и сделал. Они изменили свои гайдлайны в отношении сексуализированного контента для того, чтобы вы эффективно смогли легально прон-контент стримить с определенными аффиксами, да, то есть непосредственно половой акт все еще показывать было нельзя и она должна была быть артистичной, как они это называли. Естественно, терминология достаточно размытая и под артистичность можно записать практически все, что угодно, но люди более или менее сошлись во мнении, что это означает рисунки, либо какую-то художественную составляющую нужно на экране показывать, мол, искусство не знает границ, там, да, статуя Давида, вся вот такая вот штуковина, да, это якобы стало можно стримить, естественно, до того, как произошла ожидаемая волна банов, потому что они поняли, какую ошибку они совершили, но что я имею в виду под сменой своей бизнес-модели. Есть одна очень-очень простая причина, почему 18 плюс контент в интернете, несмотря на свою распространенность, все еще на мейнстримных, по крайней мере, площадках, носят довольно негативную стигму. Почему в Твиттере шедуванят художников, которые этот контент рисуют, почему на многих других мейнстримных платформах пытаются как можно сильнее этот контент подавить, если ненатурально запретить, и называется это причина рекламодателя. Рекламодатели таких крупных мейнстримных брендов, как Кока-Кола, как Макдональдс, какой-нибудь условный, и же с ними, это достаточно консервативные коллективы, которыми руководят 80-летние бумеры, едва научившиеся включать компьютер, в лучшем случае. Скорее всего, они еще просят Сарочку это делать. Они являются представителями потихоньку уходящего на задний план, но все еще существующего зачастую американского общества, потому что большая часть крупных брендов, а также все медийные платформы так или иначе базируются на территории США. США это традиционно религиозная страна, в которой такого рода контент носит немножко грешноватый характер. И многие мейнстримные рекламодатели просто не хотят с ним ассоциироваться. Вы наверняка замечали, что когда вы заходите на X-Videos, на Хаб и прочие подобные сайты, то реклама там достаточно узконаправленная. Это в основном реклама препаратов по увеличению пиписьки или реклама других подобных сайтов, просто встроенная в этот сайт и так далее. А, ну и конечно же, сингловые милфы у вас на районе, как можно забыть об этом. Соответственно, платформы, которые базируются на пользовательском контенте, должны относиться к 18+, очень и очень бережно. Потому что если они этого делать не будут, то рекламодатели среагируют очевидным образом. Они начнут оттуда уходить из-за страха того, что их бренд будет ассоциироваться с не совсем family-friendly штуковиной. Это вот как вы замечали, почему на западных турнирах по CSGO, не на русских, потому что у нас общество другое, оно исторически нерелигиозное, у нас всем пофиг, да? Но вот почему именно на западных турнирах по CSGO, мейнстримные рекламодатели не то чтобы присутствуют, да? Почему они не любят с этим делом связываться? Ну потому что это игра, в которой буквально есть фраза «террористы победили». Мне стоит вам объяснять, почему традиционное американское общество и холсом family-friendly компании в стране, пережившей 11 сентября, не особо сильно хотят с этой игрой иметь что-то общее, да? Предпочитают, чтобы их бренд стоял от нее как можно дальше. Догадайтесь. Соответственно, когда вы эффективно разрешаете 18 плюс контент на своей платформе, вы не просто меняете правила стримов. Вы натурально должны быть готовы к тому, что поменяется вся ваша бизнес-модель, что рекламодатели начнут от вас уходить, что вам нужно будет брать доходы откуда-то еще. Единственная причина, почему онлифанс позволяет себе быть тем, чем он является, заключается в том, что комиссии, которые они через себя прогоняют, настолько большие, их настолько много, что они могут позволить себе работать без рекламы. Им эта реклама тупо не нужна. Я помню, к ним то ли Visa, то ли MasterCard приходили с предложениями по партнерству, от которых онлифанс в итоге отказался, потому что одним из условий мастеркарда было то, что 18 плюс контент на платформе должен отсутствовать на онлифансе, да, представляете себе, что это значит. Но им это было не нужно, да, им это партнерство до крысиной задницы, потому что они и так достаточно много зарабатывают и, в принципе, чувствуют себя замечательно. И они решили свою платформу не убивать, с чем мы их, конечно же, поздравляем. А вот Twitch такого себе позволить не может. Twitch, вообще-то, платформа убыточная, если вдруг кто не знал, для Амазона она постоянно уходит в минус. И причина, почему Амазон, в принципе, изначально ее купил, была, по сути, той же, почему Google купил YouTube в свое время. Потому что они хотели монополию на стриминг. Точно так же, как YouTube является монополией на видеоконтент. Ну или долгое время являлся. Сейчас, конечно, у нас есть ТикТоки, да, но вот именно для 15-20 и больше минутного контента YouTube все еще остается платформой абсолютно безальтернативной. Twitch, с другой стороны, платформа, которой сделать альтернативу и какую-то конкуренцию составить гораздо-гораздо проще. Потому что мощностей, которые она требует на свою поддержку, ну, скажем так, благодаря частным инвестициям, найти можно. Ну и к тому же инфраструктура YouTube устроилась буквальными десятками лет, он в следующем году, вон, в свой второй юбилей будет отмечать. В то время как Twitch, ну он, конечно, тоже довольно долго существует, но его подделать гораздо проще, скажем так. Соответственно, когда Twitch натурально разрешает 18+, контент у себя на платформе, они должны быть к тому, что они к чертовой матери загнутся. Вау, Культаз, потому как, блин, я только сейчас понял, что я не держу в руках блинк-даггера с доты. Как так? Почему никто мне про это не сказал? Культаз, потому как ты описываешь ситуацию, складывается впечатление, что разрешать прон на Twitch'е это невероятно плохая идея, последствия которой мог бы предсказать кто угодно, кто обладает каким-то базовым критическим мышлением или хотя бы базово компетентен. Ну, это же Twitch, ребят, о чем речь? День спустя, после того, как эти перемены были введены в силу, началась натуральная волна банов. Потому что буквально вся категория общения и арт на этом сайте начали выглядеть вот так. Если что, то вот этих значков стопа, красненьких, да, их в оригинале не было. Этот кадр, который вы сейчас видите перед собой, это натурально был стрим на Twitch'е от витуберши под именем Марина, которая, так понимаю, сейчас уже себя прикрыла, если ей сняли бан, потому что потом, вроде как, амнистию им все-таки по большей части выдали. Но все равно, вот это был, это был Twitch. Вот этот кадр, это был Twitch целый день. То ли вчера, то ли позавчера. Вы заходите на этот сайт, допустим, вы решили всей семьей сесть на своем Smart TV, посмотреть какой-нибудь холсом стрим от вашего любимого витубера какого-нибудь. Да, вы заходите и видите перед собой вот это. И приходится теперь объяснять маленькому Сашеньке, маленькому Ванечке, который до этого, конечно же, конечно же, ни разу в жизни пипиську в своей жизни не видел, что происходит на экране. Вероятность того, что родители начнут добавлять Twitch'е в банлисты по родительскому контролю после этого инцидента, не стопроцентные, но как минимум они возросли. Они довольно сильно возросли. А так как школьники это одна из основных аудиторий платформы, это проблема, что, кстати, следует подчеркнуть отдельно, потому что тейк из Монголда на эту ситуацию я бы хотел прокомментировать, и мы дойдем до него немножко позже. Сейчас я скажу лишь то, что даже если Twitch по сути для школьников абсолютно не сделан, надо понимать реальность жизни. А реальность жизни такова, что в основном именно у школьников есть достаточно много времени для того, чтобы на нем сидеть. Это, конечно, не единственная аудитория, которая там перманентно находится, но достаточно крупная. Впрочем, возвращаясь к теме, твитерский бот, который ведет подсчет банов на Твиче, определенно в этот день работал сверхурочно, потому что банов этих набралось несколько сотен, как минимум, если вся страница выглядит так и, соответственно, заставляет у рядового зрителя вызываться впечатлению, что, мол, теперь весь сайт превратился в натуральный вебкам, а если это то, что он видит на главной, потому что никто не ставил пометку про то, что контент 18+, пожалуйста, не показывайте меня в рекомендациях. Естественно, никто это не прочитал, и, по идее, администрация отвеча должна была быть готова к тому, что никто это не прочитает, потому что, камон, вы что первый день в интернете, что ли? Вы что не знаете, что люди, сука, тупые, да? И из-за того, что никто этот тег не ставил, и буквально вся главная страница выглядела вот так, и моментально пришлось банить буквально всех, кто в эти рекомендации попадал, то есть буквально всех, кто начал эту фичу тестить. И, казалось бы, если вы администрация одного из главных медийных сервисов в интернете, основанного на пользовательском контенте, наверное, вы должны понимать, что это произойдет. Ну, если вы не совсем, сука, дегенераты, наверное, вы должны понимать, что это случится в первую минуту после того, как новые правила вступят в силу. Наверное, вы должны были провести хотя бы одно совещание, на котором эту тему стоило поднять. Как следует обсудить, сказать, уважаемый мистер, глава твича, точка ТВ, может быть, не стоит, может быть, нужно эти правила продумать немножко подробнее. Давайте мы не будем просто сгоряча рубить и через день после того, как эта долбанная Марк Пай сделала новую мету, разрешать всем остальным сиськи показывать. Давайте мы попробуем, ну, вспомнить на секунду про то, что если от нас начнут сваливать рекламодатели, а после этого инцидента они по-любому сваливать от нас начнут, что мы загнемся, потому что мы и так убыточные и существуем, по большому счету, только на деньги от рекламы и немножко еще на Твич Прайм, ну, может быть, не надо, бля, нет, нет, они не подумали. Я не удивлюсь, если они реально не провели ни одного совещания и просто на скорую руку эти правила написали, а потом очень сильно удивились, когда вот это случилось. Больше всего мне в этой ситуации жаль художников Рул 34, которых и так во всем остальном интернете банят и кошмарят по вышеописанным причинам. Не пользователей, нет, пользователям-то нравится, а вот сервисом не очень. Скажи спасибо, что тебе с барского плеча скинули подачку в виде того, что тебя не банят натурально в Твиттере, а только шэдоу банят, да, это называется удобный сервис. А вот они подумали, что смогут наконец начать собирать аудиторию на Твиче теперь, когда разрешили, но мало-то они понимали, что это не продержится долго. Я все еще удивлен, что они в принципе даже попытались, но понятное дело, что это нереалистично, они никогда в жизни этого делать не будут, наверное, но показывает вам, что я знаю, одна попытка только чего стоит. Меня забанили по ошибке, видимо, ну или по крайней мере несправедливо забанили из-за вашей новой политики, когда вы разрешили рисовать голых персонажей без изображения натурально-полового акта, но хотя бы сиськи-то рисовать можно было. Я все равно получил за это бан. Это лично ваши ответственные за то, что вы не продумали свои новые правила и тормзу в сервис, сделав его невероятно нечестным по отношениям куча художников, которые попались в эту ловушку, в том числе и я. В том числе, кстати говоря, художники, которые, может быть, до этого стримили обыкновенный, абсолютно законный, разрешенный контент, потом вдруг внезапно почувствовали, что можно немножко показать свое чуть более теневое творчество, а и словили за это бан, потому что, ну да, можно, но как бы нельзя. Мы передумали. Сорян. Ответочки под официальным постом, который Твич написал на следующий день и сказав, что, знаете, да, правила, конечно, вот эти новые, они новые, но мы тут подумали, что правила на самом деле херня, поэтому мы откатываем все назад. Один день. Они продержались один день. Я удивлен, что даже день продержались на самом деле. Я удивлен, что они, в принципе, попытались ответочки. Ну, примерно тот характер, который вы можете догадаться. С этими апдейтами, очень пространственными, очень мутными апдейтами к правилам пользования. Может быть, вы еще и баны тоже откатите, так как это была ваша ошибка в первую очередь. Некоторые баны они откатили. Насколько я понимаю, амнистия все-таки была пользователем этого замечательного сервиса. Объявлена, возможно, не тотальная, но некоторые люди, которых забанили за это, все-таки разбан получили. Это единственное правильное, что они могут в этой ситуации сделать, потому что натурально виноват Твич. У людей, которым сказали, что можно, а потом, когда они пользовались этим правом, его забрали, сказали, что нельзя, и забанили их за это. Ну да, они как бы не совсем виноваты, ребят. Нужно было думать лучше. Шаг первый. Никакого, никакой обнаженки. Ну это то, как все было по дефолту. Шаг второй. Разрешаем обнаженку. Шаг третий. Баним художников, которые решили рисовать обнаженку после того, как им сказали, что можно. Шаг четвертый. Запретить обнаженку и вернуть все обратно. Замечательно, спасибо, very cool. План, конечно, крутой, надежный, как швейцарские часы. Может быть, получилось бы этой ситуации избежать, если бы они подумали о том, что они делают хотя бы на минутку, но мы не можем. Понимаете, это слишком сложно для Twitch.tv, для этой гигантской стриминговой платформы, на которой, несмотря на убыточность, все еще довольно много денег крутится. Но это же нужно головой думать, это же нужно собраться за круглым столом, это же нужно обсудить, это же нужно мнение принять во внимание. Нужно, в конце концов, посоветоваться с Амазоном, который, я понятия не имею, как они пропустили это мимо него. Видимо, Амазон дает им определенную степень автономности и встревает вопросы только тогда, когда происходит какой-то совсем уж тантальный трындец. И, скорее всего, именно это сейчас и произошло, потому что 100% эта волна банов и отмена правил на следующий день, на следующий день произошла именно благодаря тому, что Джефф Безос посмотрел на происходящее и сказал, ребят, вы что, охуели, что ли? Вы можете себе представить администрацию Амазона, которая посчитала, что Твичу можно дать немножко свободы, но они же не настолько тупорылые, чтобы вот подобным заниматься, да? Чтобы делать свой убыточный сервис еще более убыточным. И они просыпаются с утра и видят вот это. Самый правильный тейк на эту тему был у доктора Дисреспекта, который буквально сказал, что не ровен час Амазон Твич продаст. А после таких финтов я бы не удивился, если бы так и случилось. Опять же, для Амазона этот сервис убыточный, он невыгодный и он не дает им ту же самую монополию на тип контента, которую Ютуб дает Гуглу, потому что конкурентов Твича довольно много, да? Есть кик там из мейнстримных, из менее мейнстримных, там какой-нибудь ВК-видео, условно говоря. Альтернативы есть, да, вам есть куда еще? Ну, Ютуб в конце концов, тот же самый Ютуб, на котором стримить, ну, не одно удовольствие. В принципе, у него есть свои проблемы, но своих плюсов у него тоже хватает. Лучший медиаплеер в индустрии. Соответственно, возникает вопрос, а зачем мы его держим? На какой хрен он нам вообще нужен? Давайте мы его просто продадим. В конце концов, если Твич ассоциируется с вебкамом, то и наш основной бренд, Амазон, по аналогии, тоже будет ассоциироваться с вебкамом. А нам это надо? Нет, оно нам не надо. Давайте от него избавимся. Я бы не удивился, на самом деле, если бы они решили от него отказаться. И обратите внимание, если Амазон продаст Твич, то Твич навернется на следующий день. Будет буквально то же самое, что случилось с Тамблером в свое время. Знаете почему? Два слова. Твич Прайм. Одна из основных статей дохода для Твича, это Твич Прайм. Очень удобно, когда ты подписываешься на Амазон. Многие эту подписку оформляют, так как если вы постоянно в Амазоне закупаетесь, то, соответственно, скидки на товары, а также скидки на шиппинг, это то, что вам нужно. Да, потому что вы куча денег на этом будете экономить. И, соответственно, когда эта подписка перетекает автоматически еще и на Твич, давая вам какие-то халявные скины для игр за счет лута или бесплатную подписку на стримеры и так далее, это дико выгодно по деньгам. И многие Твич предпочитают, в том числе и благодаря Твич Праймам. Это невероятно выгодная система, которая всем нравится. Да, это одна из основных систем, благодаря которым Твич вообще существует. Если убрать Твич Прайм из формулы, что у него останется? Многие другие платформы предоставляют сервис ничуть не хуже, а зачастую лучше. Стримеры, которые, кстати говоря, имеют кучу дохода с Твич Прайма тоже будут заинтересованы в ответе на этот вопрос. Без Твич Прайма, что именно делает его лучше остальных сервисов? Единственное, что у него останется, это аудитория. Это большой костяк аудитории, которая с маленькой вероятностью, но, возможно, все-таки может тебя найти. Но, с другой стороны, у Ютуба тоже есть много аудитории, которая с гораздо большей вероятностью тебя найдет, потому что рекомендации у Ютуба тупо лучше. И, соответственно, многие стримеры, которые начнут просто получать значительно меньше денег, решат, что да ну его нафиг, пойду на Кик, пойду на Ютуб в конце концов. А если туда пойдут одновременно все стримеры, то в таком случае там просто организуется новая экосистема, и, соответственно, оставаться на Твиче не будет уже никакого резона. Это, кстати говоря, подводит меня к горячему тейку Осман Голда, одним из немногих, с которым я не согласен, который назвал эту ситуацию на самом деле вполне себе вином. Горячий тейк, написал он, когда эти изменения еще только вступили в силу до отмены. Твич никогда раньше не был безопасным для детей, и сейчас он тоже безопасным для детей не остается. То есть вся несовершеннолетняя аудитория здесь себя безопасности чувствовать не могла никогда раньше. Все фиксируются на сисько-стримерах, но правда в том, что на Твиче можно найти огромное количество контента и освещаемых топиков, которые для детей тупо не подходят и которые вообще не должны к ним на пушечный выстрел подходить. Соответственно, то, что Твич сделал, это абсолютный вин. Я могу с этим согласиться в теории, потому что да, если какой-нибудь 12-летний школьник пойдет слушать Хасана условного, то психика у него, конечно, пошатнется. Тут спорить не буду. Но правда ситуации в том, что школьников на Твиче сидит много. Это не совсем правильно, потому что родители по-хорошему не должны давать им туда заходить по вышеописанным причинам. Но это, тем не менее, происходит. Это реальность. С ней можно быть не согласным, но она есть. Соответственно, просто игнорировать ее и говорить, что ну этот сайт для детей никогда не был безопасен в любом случае, так что почему бы и нет, это не совсем корректный подход к делу. Потому что даже если он для них небезопасен, они там тем не менее сидят. И рекламодатели, понимая это, в общем-то, должны были напрямую Твичу сказать, что, ребят, мы прекрасно понимаем, кто вы такие, и нам, в общем-то, насрать до тех пор, пока вы не даете свободы контенту, который в обществе нормизов считается порицательным. То есть, другими словами, 18 плюс контенту. То, что там сидят всякие неокоммунисты, которые пропагандируют довольно странные для консервативного американского общества идеи. Это ладно, это фиг с ним, про это никто, вряд ли из них кто-то об этом услышит, да, они не будут поднимать из-за этого бучу, но, но, вот когда дело дойдет до 18 плюс контента, вот тут уже никто не останется в стороне, поэтому, ребята, давайте без него. Вот это мейнстримный голосователь из Американии уже не любит. И вот это, по сути, единственное правило, которое у Твича было, они нарушили. Они пытались нарушить его софткорно, чтобы никого не обидеть, но это невозможно. Они должны были понимать, что это невозможно. Одно, одно правило. У них была одна работа, и они не смогли ее выполнить. Одна работа! С тем, что детей нужно не пускать на социальные сети, я согласен, это будет полезно для их здоровья, это будет полезно для здоровья родителей, согласен, абсолютно на 100%. Но, тем не менее, то, что школьники сидят в соцсетях сейчас, это факт. Поэтому, если вы платформа, которая обладает базовой компетентностью и хотите зарабатывать бабки, вот вот это то, что вы делать не должны. Но они это сделали. И потом поняли, какую ошибку они совершили, и откатили все назад на следующий день. Веселая история? Я не удивлюсь, если Твич в ближайшее время продадут, я не удивлюсь, если после этой продажи он загнется, я не удивлюсь, если следующей мейнстримной платформой будет какой-нибудь Кик или Ютуб. Скорее всего, Ютуб, потому что на Ютубе уже есть аудитория. А это, по сути, единственное, что интересует крупных стримеров. Ну, ладно, не единственное, индивидуальные эксклюзивные контракты их тоже интересуют. Но Ютубу не нужно будет давать им эксклюзивные контракты, если все перейдут туда одновременно, вы это и бесплатно сделаете. Соответственно, все, что им нужно, это аудитория. И у Ютуба она есть. Перед Твичом рисуются не самые оптимистичные перспективы, но до тех пор, пока на нем можно смотреть киношку, я им пользоваться буду. И вас, кстати говоря, тоже по ссылочке в описании приглашаю. Но подписывайтесь лучше на мой Телеграм, потому что я там оповещения о стримах тоже постить буду, как я это всегда делаю. Спасибо за то, что зашли ко мне, мои дорогие мальчики и девочки. Читайте у меня в Телеге о моем путешествии недельной недавности, выдержки. Длиной в неделю, вот как правильно будет сказать. И спасибо вам за то, что вы такие сладенькие по жизни. Я вас люблю. До новых встреч. До новых встреч.